Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Накануне 8 марта разговор в нашей студии пойдет о женщинах и о том, что для нас всех важно. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Продолжение следует... В 2005 год работала воспитателем группы продленного дня, учителем физики, заместителем директора, директором средней школы. С 2005 по 2007 год возглавляла отдел образования Калинковичского райисполкома. В 2007 году назначена заместителем председателя райисполкома. В 2010 году заместителем председателя Гомельского горосполкома. С мая 2013 года работала начальником управления, затем главного управления делами у Гомельского облсполкома. На должность управляющего делами Гомельского облсполкома назначена в 2014 году. Лидером Гомельской областной организации «Белорусский союз женщин» избрана в 2019 году. Вопросы Елене Кличковской можно задавать по номеру телефона прямого эфира в Гомеле 340 043. Номер связи по Вайбер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мне сегодня очень приятно находиться в студии. Сейчас короткий анонс событий наступившей недели, и мы начнем беседу. Наступившая неделя в регионе пройдет под знаком Дня женщин. Торжественные мероприятия, собрания, встречи, концерты и выставки пройдут в учреждениях культуры и трудовых коллексивах. Поздравления женской общественности, руководством области и церемония награждения победителей конкурса «Женщина года» запланированы на пятницу, 6 марта. Накануне Международного женского дня гомельские юристы бесплатно проконсультируют всех желающих. 5 марта с 17 до 19 часов граждане смогут обратиться к специалистам в Публичном центре правовой информации при Гомельской областной библиотеке имени Ленина. Поздравления с профессиональным праздником на этой неделе принимают служители правопорядка. 4 марта будет отмечаться День белорусской милиции. Великий пост самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений начался 2 марта у православных верующих. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой, который в этом году приходится на 19 апреля. Елена Владимировна, мы с вами встречаемся накануне главного женского праздника. Приньте мои поздравления. Спасибо. Как вы любите проводить этот день? Чего от него ждете? Вы знаете, что я вообще все праздники люблю проводить в семье. В этот праздник особенно мне нравится, когда собираются мама, дети, свекровы, все близкие. И за круглым столом мы вспоминаем самые лучшие моменты. И, конечно, очень люблю в этот праздник тюльпаны и мимозы. Когда идешь по городу, везде огромное множество тюльпанов, цветов. Это сразу вдохновляет на что-то новое, на новую жизнь, на новые свершения, новые какие-то радостные события. Я очень люблю этот праздник. Я надеюсь, что все женщины получат свои любимые цветы. В этот день, мужчины, не забудьте об этом. Но, как известно, истоки празднику были даны социалистическим движением. В начале 20 века женщины вышли на улицы, чтобы требовать права голоса и равной оплаты труда. Елена Владимировна, вы разделяете идеи феминизма? Я хочу сказать, что если брать вообще термин «феминизм», это определенная борьба женщин за равенство во всех сферах жизни. Поэтому, если идеи феминизма не выходят за что-то сверх, так скажем, эксцентричное, когда становятся во главу угла какие-то непосредственные заявления женщин в чем-то, то в целом я приветствую и согласна, что каждая женщина должна быть в душе немножечко феминисткой. Согласна с вами. А что вы знаете о феминизме и как относитесь к этому явлению? Этот вопрос мы адресовали людям на улицах города Гомеля. Ну, это, наверное, женщины почитают, женщины больше никого. Феминизм. Значит, мужиков они за людей не считают. Когда они любят мужчин, не уважают их, я считаю, мужчин надо уважать, жалеть, беречь их. Ну, совершенно в общих чертах, как бы не задумывалась над этим вопросом. Не знаю я такого. Это борьба за собственные права женщин, за право избираться, быть избранной, за политические права, за семейное какое-то такое, более свободное существование. Если учитывать историю Запада и ту же советскую историю от начала, где в Советском Союзе больше было прав гораздо на начальных этапах, то есть по сравнению с тем, что на Западе делалось. Вот, а сейчас, когда феминизм превратился просто-напросто в диктат совершенный, то есть меньшинству, которое диктует свои порядки и понимание в этой жизни традиционному, так сказать, большинству, я считаю, что это ненормально. Как относиться к этому? Ну, я как-то ровно отношусь ко всему. Каждого свое мнение, каждый выражается, как хочет. Поэтому мне все равно. Ну, сегодня прав у женщин достаточно. Они же сегодня наравне с мужчинами. Ну, что я знаю про феминизм, что, если можно так сказать, основоположники были Клара Цеткин и Роза Люксембург, которые боролись за то, чтобы женщины могли работать, получать зарплату, быть независимыми, свободными наравне с мужчинами. И в хорошем смысле слова это даже неплохо. Главное, чтобы это не перерастало в крайности, в войну между полами. И если современная женщина хочет работать и проявлять, выражать себя, зарабатывать достойную зарплату, то в этом нет ничего плохого. Должны быть женщины равные или кто-то главенствовать над кем-то. Я думаю, что люди все одинаково равны. В наше время должны быть и женщины, и мужчины, их права, их право голоса и тому подобное. Такого, я думаю, не должно быть, типа, как даже матриархат, и патриархат, и феминизм, это все, это, как говорится. Я думаю, все должны быть равны, на то мы и люди. Посмотрите диалог. Мы говорим сегодня о работе областной организации Белорусского Союза Женщин. И готовы принять в нашей студии прямого эфира телефонный звонок от телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вера. С наступающим вас праздником. У меня такой вопрос. Какая деятельность организации? И кто может туда вступить? Спасибо огромное за звонок. Вас также с наступающим праздником. Елена Владимировна, коротко, пожалуйста. Да, спасибо огромное за данный вопрос. Я и хотела, конечно, рассказать. Вы даже опередили своим звоночком, за что вам огромное спасибо. Хочу сказать, что сегодня у нас в Гомельской области насчитывается 25 первичных организаций районных. То есть в каждом районе есть. В каждом районе, в районы организации включаются первичные, их 560. И сегодня наше членство в организациях составляет 13,5 тысяч человек. Я не знаю, с какого вы звоните района, либо с города Гомеля. В Гомеле в четырех администрациях есть также районы организации. Это город Гомель. Да, это город Гомель. Достаточно прийти в любую организацию, они есть на сайтах. Если вы напишите в поисковике «Белорусский союз женщин», вы сразу попадете. И любое желание каждой женщины стать нашим членом, уплачивать членские взносы, этого достаточно, чтобы стать членом БСЖ. То есть в городе Гомеля, Советского района, Новобелевского района, Центрального, есть своя организация? Совершенно верно. Есть одна районная организация, которая включает первичные организации. Допустим, Центральный район города Гомеля представляет районную организацию, которая возглавляет Шамбалева Людмила Михайловна, это директор галереи Ивашенко. Первичные организации у нас сегодня на Коминтерне, на Спартаке, на Фабрике 8 марта, во всех школах города и в других организациях, которые только представляют. И каждая женщина, кто хочет стать членом, мы с удовольствием и с уважением всех вас ждем. В свои ряды готовы принять всех желающих, кто будет разделять наш устав, кто будет хотеть вместе с нами работать в волонтерских отрядах, в других видах деятельности. Кстати, все это размещено тоже в интернете, в наших базах. И все проекты, которые мы там видим, мы рады видеть всех женщин у нас. Я надеюсь, что пополнится ряды активисток после этой программы. Хотела бы вернуться к тому, что обсуждали люди в вопросе, что такое феминизм. Конечно же, мужчин нужно любить и беречь, и заботиться о них, так же, как и о женщинах, так же, как о детях, стариках и обо всех людях. Это и есть основной принцип равноправия, что любви, заботы, уважения достойны все, как и высокой заработной платы, независимо от пола. Вот на ваш взгляд, в Беларуси существуют барьеры, которые мешают женщинам быть успешными? Я думаю, что как раз в нашей республике этих барьеров нет. Если говорить в политическом плане, то пример сегодня Качановой Натальи Ивановны, которая возглавляет Совет Республики, говорит о том, что женщины могут достичь очень высоких. Сегодня мы можем наравне с мужчинами работать на любой специальности, ограничений по приему женщин нигде нет. Вы видите, что сегодня даже в силовых органах очень много женщин, и хочу сказать, что они успешно справляются с данными поручениями. Ну и женщина как мать, она тоже себя реализовывает сегодня везде. И я очень рада, что у нас в республике еще, слава богу, мало, так скажем, или однополых браков, ну или практически их нет даже, скажем, официально зарегистрированных. И это очень радует, потому что я все же приверженец, и БСЖ приверженец того, что семья должна состоять из мамы и папы. Традиционные ценности семейные. Традиционные ценности семейные. Привлечь внимание к проблемам женщин – это главная цель работы Союза. Поделитесь, пожалуйста, в каких ситуациях, в чем могут женщины просить помощи и поддержки? Сегодня наши цели говорят о том, что мы во всех сферах деятельности, которые только бы не были, готовы оказать нашим женщинам помощь. Это и юридические консультации, и медицинская. Если надо консультации, мы можем обратиться в любые наши учебные заведения, учреждения, и помочь женщинам, если они видят, что их ребенок талантливый, и где-то чуть-чуть не хватает какого-то аспекта, мы можем предложить, куда бы занять их детей. Мы сегодня уделяем внимание многодетным матерям, детям, которые находятся в опасном положении. Мы сегодня консультируем женщины. У меня недавно была на приеме женщина из района, которая просила даже индивидуально вмешаться в ситуацию, которая происходит непосредственно в ее семье. То есть я говорю сейчас о теме насилия в семье. Мы сегодня помогаем женщинам в трудоустройстве. Мы работаем с бизнесом, и сегодня проводили в прошлом году семинар в Мозырском районе. Показывали женщин, которые сумели себя найти в различных бизнес-проектах. И у нас существует, так скажем, женское дело, проект, в котором любая молодая женщина, которая хочет создать либо научиться бизнесу, мы готовы ее обучить на семинаре и помочь найти дело, в котором она может участвовать. Но кроме того, мы сегодня сотрудничаем с Комитетом по труду и занятости Гомельского облсполкома в части предоставления женщинам каких-то льгот, консультирований по предоставлению семейного капитала, постановки на очередь молодых семей. В общем-то, все вопросы, которые сегодня касаются женщин и которые у них возникают, мы сегодня готовы подключаться и вместе с ними их решать конкретно в каждой ситуации, конкретно каждой женщиной. Но тем женщинам, которые уже состоят в областной организации, или нет? Нет, это не обязательно быть членом БСЖ для того, чтобы к нам обратиться. Членство позволяет нам вместе обсуждать какие-то проблемы и помогать остальным женщинам. А мы сегодня у себя усматриваем о том, что Белорусский Союз Женщин должен оказать поддержку каждой женщиной, живущей для нас в Гомельской области, для республиканской организации, вообще в Республике Беларусь. Как Вы считаете, какие проекты именно Гомельской областной организации являются ее визитной карточкой? Может быть, наш опыт достоин того, чтобы его распространяли и в целом по стране? Хочу сказать, что больше всего в основном традиционные мероприятия мы проводим. Это и «Собери портфель первокласснику», в чем участвует вся республика, и «Женщина-материнская доблесть» накануне Дня матери. Но в этом году Гомельская область впервые сделала такую акцию «Аллея славы матерей». В каждом районе мы заложили эти аллеи, посадили деревья. Сейчас готовим торжественное открытие в Калинковическом районе, где они к этой аллее и дальше еще и установят памятный знак «Руки, держащие сердце матери». В Мозыре очень прошло интересно это мероприятие. Каждое дерево было посвящено конкретно каждой своей маме. В Гомеле мы высаживали эти аллеи. Я считаю, что это не только память мамы, но и вместе с тем украшение нашей страны, потому что каждое зеленое дерево, каждое зеленое насаждение дает красоту нашей улице, нашему двору. И такую акцию мы будем продлевать дальше. Кроме этого, хочу сказать, что сегодня наши волонтерские отряды у нас в Гомеле, мы посещаем дома-интернаты, дома семейного типа, мы посещаем пожилых людей, на которых наши ребята-волонтеры вместе с Белорусским Союзом Женщинам делают представления, концерты, акции, подарки в новогодние дни, чудеса на Рождество, когда мы тоже собираем различные денежки, приходим в больницы, приходим в дома-интернаты, и тем деткам, на которых может быть не совсем столько внимания, как обычным детям в семье, стараемся им дать вот этой женской ласки. Ну и у нас очень интересная акция «Мамины сказки». Мы говорим о том, что сегодня век интернета, и наши дети сидят постоянно в наших ноутбуках, гаджетах, во всех различных, и практически сегодня родители оторваны от детей, потому что из-за того, что они в другом мире, они их практически не видят. Мы сегодня выступили с акцией о том, чтобы домашнее чтение стало нормой. «Мамина сказка», о чем говорит акция? О том, что мы хотим, чтобы каждый родитель хотя бы 30 минут в день уделял внимание своему ребенку, маленькому прочитал сказку, взрослому ориентировал на какую-то книгу-классику, о которой «Война и мир», «Тургенева», «Есенина», «Пушкина», то, что мы давно забыли, и в чем красота. В интернете они не почувствуют той красоты слова, и вместе с тем не смогут даже красиво говорить. А если мама с папой постоянно вечером уделят полчаса какому-то общему домашнему чтению, я думаю, что это будет очень здорово. И мы призываем всех женщин хотя бы раз в день, полчасика, почитать вместе со своими детьми книгу. Но не прямо сейчас. Прямо сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили о работе первичных организаций Белорусского союза женщин. Это репетиция агитбригады Гомельского медицинского колледжа, одна из последних перед поездкой в Стародятловскую больницу Сестринского ухода. Над этим медучреждением колледж шефствует уже несколько лет, причем это действительно взаимовыгодное сотрудничество. Для пожилых пациентов, у многих из которых уже не осталось родных, приезд волонтеров – это возможность получить положительные эмоции. Для учащихся – урок доброты и коммуникабельности. В конце концов, в ближайшем будущем все они – сестры милосердия. Мы уже не один год шефствуем на Стародятловической больнице Сестринского ухода. Выезжая туда с подарками, которые собирает коллектив медицинского колледжа, и учащиеся, и преподаватели. К праздникам мы в том числе выезжаем туда с концертами. Последний раз мы там были на Новый год. Сегодня в Гомельском медицинском колледже действуют пять волонтерских отрядов по различным направлениям. В начале нынешнего учебного года учащиеся выступили с инициативой целенаправленного обучения своих сверстников приемом и навыком первой доврачебной помощи, ознакомлению с основными аспектами здорового образа жизни. Во время приезда нашей съемочной группы в колледже находились учащиеся 24-й Гомельской школы. Импровизированный учебный центр разместили в спортзале. Ничего сложного, однако для многих услышанное становится настоящим откровением. После занятий школьники признаются. Те же секреты здоровой улыбки для них действительно были неизвестны. При чистке зубов челюсть делится на 4 квадранта. Нужно начинать с верхнего правого. Щетку располагать нужно под углом 45 градусов. И от десны к жевательной поверхности производить выметающее движение. И так нужно по всей поверхности. Щетку нужно располагать на 2-3 зуба. И так по 10 движений. Внизу то же самое. Щетка под углом 45 градусов. И вот такие вот движения. Внутри точно так же с внутренней поверхностью. Щетка под углом 45 градусов. И такие же движения. Вот так вот. Когда чистят переднюю зубу, щетку нужно расположить перпендикулярно. Вот такие вот движения. По 10 движений. Внизу точно так же. Жевательная поверхность очищается возвратно-поступательными движениями. Тоже по 10 движений вверху и внизу. При сомкнутых челюстях делают массаж десны круговыми движениями. Захватывают две челюсти и десну. Тоже вот так вот делают. И в конце очищают язык. Если здесь есть специальные какие-то насечки, то можно этой поверхности. Если нет, то вот это просто. Вот так на лед убираются языка. Постоянно в волонтерских отрядах Гомельского медицинского колледжа участвуют более половины учащихся. Зона измерения артериального давления, приемы наложения пострадавшим изолирующих повязок, демонстрации специальных приемов доврачебной помощи. Зона, вызывающая повышенный интерес, формирование навыков ухода за новорожденным ребенком. Вроде бы школьникам эти навыки еще не нужны. Однако на отсутствие желающих пройти тренинг будущие педиатры не жалуются. За несколько часов можно действительно многому научиться. Главное – уметь потом использовать все это на практике. Просто померить пульс. Если вы не уверены в своих силах, того, что вы будете делать, именно вот этих вот мероприятий, манипуляций вот этих вот, вся эта прокачка сердца, дыхание, лучше этого не делать. Но вот мы все-таки ездим, обучаем, мы хотим до людей встречаться, что это не трудно, не сложно и не страшно. Главное – не бояться. Главное – вызвать скорую помощь, а не снимать это все на телефон. Телефон в руках есть, он стоит, снимает. Почему бы не вызвать скорую помощь? Профилактика ВИЧ-инфекции на этот раз проходит в форме тренинга для старшеклассников с мини-лекцией и проверкой знаний в игровой форме. К сожалению, ситуация остается достаточно напряженной. Только в январе этого года выявлено 40 новых носителей, а всего на территории Гомельской области сегодня проживает 8 429 ВИЧ-положительных. И такая цифра – 2,5% инфицированных в январе – молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Об этом нужно не просто помнить, но и постоянно напоминать. Очень важно проводить вот такие тренинги, как сегодня. Очень важно проводить лекции, очень важно проводить семинары, очень важно беседовать со студентами на эти темы, потому что ВИЧ может коснуться каждого, даже тех, кого не касается, как сейчас известный рекламный слоган. То есть эти вещи, они важны, и они важны для каждого, и для студентов, и не только для них. Мастер-классы завершаются тематическим флешмобом. Принцип «равный обучает равного» еще раз продемонстрировали свою эффективность. Такая форма преподнесения материала позволяет в психологически комфортной обстановке задать неудобные вопросы, не бояться показаться незнающим и натренировать приобретенные навыки. В конце концов, речь идет о сохранении здоровья. Вы смотрите «Диалог» председателя областной организации Белорусского союза женщин Елена Кличковская. Сегодня у нас в гостях. Конечно же, счастливой можно быть, только если быть здоровой. Елена Владимировна, какие акции, какие мероприятия, инициативы Белорусского союза женщин направлены на то, чтобы наши женщины больше о себе заботились, чтобы проходили вовремя актуальные, важные обследования и сохраняли себя для своих детей, для своих семей, для своих близких? Вы очень правы, потому что человек чувствует себя счастливым, когда он, конечно, здоров. К сожалению, наша Гомельская область, она наиболее пострадавшая от Чернобыля, и, естественно, это наложило отпечаток и на здоровье женщин, особенно в плане онкологических заболеваний. Поэтому мы сегодня вместе с онкодиспансером делаем скрининговые исследования женщин в груди, щитовидной железы. Если нужны дополнительные обследования, мы точно также берем направление, направляем наших женщин. И, кстати, победителем или номинантом женщин первичных организаций у нас есть договоренность с Управлением здравоохранения, когда мы всех женщин по желанию направляем на какие-то индивидуальные обследования более, так скажем, узкого направления, если это касается МРТ, УЗИ каких-то органов и других. Поэтому мы, как никто, более заинтересованы в том, чтобы женщина была здоровой, потому что одна из целей – это нашей организации. Мы хотим, чтобы наши женщины имели больше детей, а в нашей Гомельской области проживало больше населения. А сколько сейчас многодетных семей в Гомельской области? Сегодня, ну, Олечка, ты же понимаешь, что эта цифра постоянно меняется, потому что работа идет непрерывно, мы эти семьи наблюдаем за ними, изучаем. Сегодня 17 608 многодетных семей проживают в Гомельской области, из них 1494 награждены Орденами Матери. И сегодня мы готовим еще пакет документов на награждение, которое приурочено к 8 марта, и из каждого района области лучшие женщины, те, которые действительно воспитали детей, которые им дали достойное обучение, образование. Те дети, которые сами прославили своих детей, мы обязательно их носим в банк данных, и этих женщин рекомендуем для награждения Орденом Матери. То есть просто родить пятерых, этого недостаточно? Это еще недостаточно. Их надо еще воспитать настоящими людьми. Елена Владимировна, а приемным семьям, людям, которые могут подарить тепло и заботу не родному ребенку, а ребенку, который уже настрадался, намыкался, который зачастую очень сложный, вот эти семьи тоже под вашим вниманием? Да, мы посещаем эти семьи с различными акциями, стараемся приглашать на различные наши мероприятия, которые касаются и акции «Подари портфель первокласснику», и, как я уже говорила, «Чудеса на Рождество» и к другим праздникам. Мы их приглашаем в различные санатории, в различные, так скажем, поездки и с приглашением, когда они едут за рубеж. То есть у нас на эти семьи больше всего тоже нацелено внимание. Мы благодарим приемные семьи за то, что они сегодня взяли на себя такой груз ответственности за воспитание этих детей. И хочу сказать, что в Гомельской области на сегодняшний день уже практически нет интернатных учреждений. Мы ушли от этого и считаем, что воспитание ребенка в семье, даже в приемной, позволяет социализировать этого ребенка в общество как можно лучше для дальнейшего его жизни, так скажем, себя обеспечения. То есть этот ребенок более может быть востребованным в дальнейшем и на работе, и для создания своей семьи. То есть у него есть с кого уже брать пример и как это делать. Да, мне кажется, что женщины, которые решаются стать матерью-воспитателем и брать не одного ребенка, а нескольких, и воспитывать их в так называемом детском доме. Семейного типа это настоящие героини, потому что на самом деле все знают, как тяжело с одним-двумя, а их больше, они все разные. Ты не знаешь их с младенчества, их реакции, их характер, их повадки. И действительно воспитать достойных людей – это самый сложный, самый важный, самый ответственный труд, мне кажется, из всех, которые возможны. Елена Владимировна, есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Мы можем уделить им сейчас внимание. Как женщине завоевать авторитет в мужском коллективе, интересуется наша телезрительница. У вас есть рецепт? Дело в том, что мне понравилось, когда вы брали интервью по феминизму, мужчина ответил, что все мы люди и все мы равные. Самое главное – чувствовать себя равным с мужчиной. И тогда тебе успех обеспечен, но при этом не забывать, что ты женщина. И чуточку женственности добавлять в каждое дело, и успех тебе гарантирован. Спасибо. Хотелось бы, чтобы почаще обсуждались вопросы женской безработицы, чтобы женщины-предприниматели делились своим опытом. Вот подобные встречи с женщинами, которые уже состоялись в выбранном деле проводите? Обязательно. И я уже приводила пример о том, что в прошлом году на базе Мозорского района мы проводили такой семинар, когда женщины бизнеса делились своим успехами о том, как это делать. Мы продолжили эту традицию в Гомельском районе, показали, как женщина может себя занять дома. И когда она открывает свое дело в виде ремесленничества, как женщины находят себя в интернет каких-то работах. И вместе с тем, если женщина рукодельница, то ей тоже гарантирован успех. Она может зарегистрироваться и свои труды продавать и получать за это деньги на разных выставках. Не вдохновляет, да, как вот какой-то успешный пример человека, такого же, как ты. Елена Владимировна, есть у нас телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия женщин, с наступающим 8 марта, коротенько, потому что время мало. И у меня вот такой вопрос. Хотелось бы узнать, не слишком ли наше общество выделяет много внимания многодетным семьям? Вот им выделяются доллары, помощь всякая, красный КЛРС, БРСМ, у школы собирают портфели. Но, мне кажется, совсем внимания не обращают никакого, как в детских, у семей, которых имеют одного ребенка, у которых в другой раз нет надежды в эту самую школу. Да, иногда семьи даже не могут решиться на вторую и последующую детей. Да, варианты есть у людей разные, и женщины рожают даже в 40 лет. Спасибо за звонок, спасибо за поздравление, спасибо за ваш вопрос. Спасибо большое, действительно, за вопрос, но я с вами немножечко не согласна. Многодетным семьям мы уделяем внимание, но, поверьте, не меньше внимания мы уделяем вообще всем деткам. И если это молодая семья, у которой есть ребенок, то есть льгота, и молодые семьи могут стать на очередь для получения до 28 лет квартиры с кредитом государства. Кроме этого, если родители уделяют должное внимание воспитанию одному ребенка, то факультативные занятия, кружковые, занятия с репетиторами. Кроме того, мы точно так же предоставляем оздоровление этим деткам, как и всем остальным. Если ребенок проживает в Чернобыльской части зоны, то каждый год ежегодное оздоровление – это обязательно. Если нет, то при обращении мамы либо в профсоюзную организацию, либо к нам, либо в Управление по оздоровлению мы ставим на очереди, обязательно тоже предоставляем. Но вместе с тем, если есть какие-то личные вопросы, я готова с вами встретиться и какие-то моменты обсудить и предложить помощь, если она нужна для вашего ребенка. Да, иногда помощь нужна одинокой маме, например, у которой один ребенок. Совершенно верно. Или просто семье, которая сейчас находится в сложной жизненной ситуации, переселенцей может быть. Разные бывают жизненные обстоятельства. Я же говорю, поэтому мы готовы конкретно этот случай рассмотреть и оказать помощь. То есть есть, кстати, такой вопрос на Вайбере тоже, как «Союз женщин может помочь малоимущей семье». Если нужна помощь, вам нужно прийти и попросить. Мы сотрудничаем с разными организациями общественными, как Фонд мира, Красный Крест, Белая Русь, БРСМ. И если у нас не хватает какой-то своей помощи, мы выходим на эти организации, плюс на структуры государственных органов, у которых просим помощи. И пока еще нам никто не отказал, если мы с просьбой к кому-то обращаемся. Сотрудничает ли «Союз женщин» с Советом отцов города Гомеля? Вот, мне, кстати, кажется, великолепная идея сотрудничества. Да, все очень знают, что у нас в Гомеле, наверное, в единственном областном центре зарегистрирована общественная организация «Совет отцов города Гомеля». И они известны по своему проекту «Папа-зал», который возглавляет Сергей Бочков. Но, к сожалению, мы с ним вот так тесно не сотрудничаем, но очень поддерживаем это направление. Да, мне кажется, что на самом деле мужчины, а это достойнейшие мужчины, мужчины, которые не только о своих детях переживают, но и обо всех, и имеют смысл какие-то совместные инициативы продвигать. Спасибо за поздравления, которые к нам приходят на Вайбер. Хотелось бы еще вот о чем успеть поговорить. В марте обычно в Беларуси подводят итоги традиционного конкурса «Женщина года». У него множество номинаций. Будут ли в этом году в Минске чествовать представительниц нашего региона на этом конкурсе? Будут обязательно, но я хочу сказать, что не только в Минске. В этом году впервые на торжественном собрании, посвященном 8 марта, мы будем чествовать «Женщину года Гомельщины-2019». 7 номинаций, которые определены и республиканским положением, и нашим. Расскажите подробнее. Я хочу сказать, что это такие номинации, как «Лидерство и успешное руководство», «Активная жизненная позиция», «Материнская слава», «Хозяйка села», «Духовность и культура», «Выбор года», «Женщина-лидер в патриотическом воспитании», «Доблесть», «Слава». Вот такие номинации. К нам из районов, согласно положению, было представлено 58 документов на этих женщин. Интригу я сегодня, к сожалению, не смогу вам раскрыть, но хочу сказать, что 58 претендентов на 7 номинаций было в этом году. И 6 числа в общественно-культурном центре будет подведен итог. И эти женщины, которые заняли у нас первое место, стали лидерами номинации «Женщина года-2019», будут представлять нашу Гомельскую область в республике. У нас множество женщин красивых, внешней душой, умных, уникальных, талантливых, профессиональных. И каждая из них достойна быть женщиной года в своей семье, в своем трудовом коллективе. Хочется, чтобы так мы все к себе и относились. Прошу вас открыть неделю поздравлений на телеканале «Беларусь-4 Гомель» и наших телезрительниц. Поздравить с наступающим праздником. Спасибо за оказанную возможность. Мне действительно сегодня очень приятно поздравить всех телезрителей и женщин, всех женщин Гомельской области с этим весенним праздником, праздником женщин, праздником 8 марта. И хочу обратиться к нашим мужчинам, которых прошу в этот день, начиная от своей маленькой девочки, доченьки и заканчивая своей мамой, поздравить в этот праздник. И от себя лично, от нашей организации «Белорусского союза женщин» пожелать всем женщинам крепкого здоровья, весеннего настроения, благополучия во всех делах, которые они начинают. И, конечно, успешности. Успешности в семье, успешности на работе, успешности во всем, в чем они бы хотели себя видеть. С праздником, наши любимые, дорогие, милые женщины. И помните, что организация «Белорусский союз женщин» всегда готова прийти к вам на помощь, всегда рада видеть вас в своих рядах. С праздником! Пусть море цветов в этот день будут у ваших ног и приносить вам огромную радость. Спасибо, Елена Владимировна, за такие хорошие слова. Спасибо вам за сегодняшний теплый, легкий, по-настоящему весенний диалог. Спасибо. Председатель Гомельской областной организации «Белорусского союза женщин» Елена Кличковская была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин